Добрый вечер! Спасибо большое! Я рада за предоставленную возможность. Знаете, я буду сегодня говорить не на свою любимую тему о книгах. Кстати, меня хорошо слышно, да? Да, нормально? Я буду пытаться выглядеть умной и буду говорить о современном искусстве, о своем к нему отношении. У меня хорошая новость, говорить я буду мало, потому что я не очень хорошо разбираюсь, но я буду говорить то, что мне действительно близко и понятно. Я посмотрела здесь все работы. Я не знаю, была ли у вас возможность рассмотреть то, что здесь есть, но из всех работ, которые здесь представлены, меня попросили показать наиболее мне понравившуюся. И вот эта работа, работа Рухана Хусейнова, ателье советское, если я правильно вижу название. Ателье советское. Советское ателье Се. Я не знаю, что зацепило меня с первого взгляда, когда я поднималась наверх в офис, мне сразу понравилась эта работа. Она заставляет улыбнуться, в ней есть что-то такое теплое. Ну, во-первых, это, конечно, архетипы, те, которые нам дороги. Я вначале не знала названия, я просто увидела здесь что-то из своего детства, что-то из своих родственников, кого-то признала здесь и так далее. Лишь потом увидела название, поняла, что пыталась сказать с авторами. Но работа все равно вызывает улыбку. А то, если честно, можно, конечно, сюда и довольно грустно подать, и сказать, что мы сначала... Во крайней мере, я здесь вижу идею, возможно, авторам не заложенную. Но мне кажется, мы сначала сами разрушаем, а потом создаем. И это, конечно, очень печально, потому что больше нет этого района, больше нет советской, и этих людей, скорее всего, уже тоже больше нет. Но давайте все-таки о приятном и веселом. Посмотрите, как здорово здесь все это... Он разложил, грубо говоря, все эти архетипы по полочкам. Ну, мне больше всего, конечно, нравится это старое разбитое пианино, Вайнбах. И эти руки, если вы заметили, ну, автор довольно-таки с чувством юмора, это руки типичного урки. То есть здесь татуировка, это солнце восходящее, это что-то все означает на воровском жаргоне. Здесь цифры, здесь тоже какие-то знаки. И он что-то пытается играть. Ну, немножко напоминает, конечно, если помните, вместо встречи изменить нельзя. Там тоже постоянно там что-то баттелей такое на фортепиано. Фортепиано очень такое разбитое. И здесь вот эти вот, опять же, архетипы. Таспей, коробка сигарет. И само по себе вот это вот. Самое главное, что отсюда идет еще и звук, и это вообще здорово. Прислушайтесь к этой музыке, если я, наконец, замолчу. Надеюсь, удалось услышать. Вот, это пара замечательная. Ну, мы все знаем их, это все очень близкие нам люди. Это вот такая бабка, выговаривающая что-то дедушке на ухо. И он, так знаете, смотрит так пристально. Ну, по-моему, здорово. Вот этот вот, судя по всему, дембель, только вернулся из армии. Очень такой блатной. Лузгает семечки. С ним лучше не связываться. Это зар, конечно, здесь играют нарды. Это парнишка очень наглого вида. Вот они такие вот, эти ртозеи, ворах всегда. Вот они просто стоят и смотрят на тебя вот так вот. И до сих пор есть этот персонаж. Вот очень забавный персонаж. Это какой-то мужик, порывающийся, подраться с кем-то и кого-то ударить ножом. И кто-то его, судя по всему, это, я думал, это женская рука. Нет, мужская рука пытается удержать его, чтобы избежать, вот, избежать неприятности. Ну и, конечно, домино. Только я не знаю, почему здесь все это подряд шестерки. Что-то здесь автор пытался сказать. Хотя я что-то не поняла эту глубокую мысль. Вот. Ну, обратите внимание на перстни, золотые браслеты и так далее. Ну, а это позвольте мне не комментировать, конечно. Внимательно посмотрите, поймете, что это такое. В целом, что меня еще привлекло в этой картине, в этом произведении, вернее, это цветовая гамма. Посмотрите. Ну, я не знаю, опять же, может, автор не пытался это сказать. Но я в первую очередь увидела вот этот вот фон, вот эти вот цвета. Я вспомнила детство, похороны каких-то там знакомых, незнакомых. Всегда обычно ретушировали фотографии, и сзади фон был именно вот такого омерзительного цвета. Почему-то всегда такой фон создавали. Этот фон вот здесь, он практически везде встречается. Я не знаю, специально авторы это делали или нет. Но, опять же, я вспомнила вот эти 80-е годы. Вот, в общем-то, все, что я хотела сказать. Плюс мне понравилась очень работа с Ситарой Брагимовой. Я вообще считаю ее одной из лучших фотографов Азербайджана. Здесь тема просто очень печальная. Тема селективных абортов. Это, на самом деле, очень большая грустная тема. Я довольно часто задумываюсь об этом, когда прихожу в школу своей дочки и вижу, что в классах сидят большинство мальчиков. Я спрашивала у знакомых. Это, конечно, не является показателем. Хотя, кстати, все равно печальная. Но, когда это видишь визуально, и спрашиваю у знакомых, все говорят, да, у нас в классе тоже мальчика больше, чем девочка. Это очень, поверьте, печально. Ситарая работа всегда очень глубокая, таким проникновенным смыслом. Всегда подача довольно оригинальная. Вот эта работа тоже просто замечательная. Вот, в принципе, я все сказала, что хотела. А поскольку еще пару минут времени у меня есть, давайте я про книги поговорю, чтобы было интересно вам это тоже. Я, во-первых, представлюсь, что она такая. Это Яни Геарко Чарли, директор книжной сети «Олень и Нино». И еще у меня есть издательство «Олень и Нино». Мы выпускаем книги, переводим на азербайджанский язык и так далее. Моя самая большая мечта, чтобы в Азербайджане в каждом городке был книжный магазин. Пусть это будет не «Олень и Нино», пусть это будет любой другой книжный магазин, но обязательно так и должно быть. К сожалению, у нас далеко не так. У нас на всю страну 9 миллионов, 15 книжных магазинов. Это означает, что практически на 1 миллион людей у нас приходится 1 книжный магазин. А в Европе, в России, в Турции, на Украине этот показатель. 20 тысяч человек на 1 книжный магазин. То есть, скажем, в городке вроде Шамкира должно быть минимум 10 книжных магазинов. К сожалению, у нас еще этого нет. И когда будет неизвестно, люди у нас не читают книги. И проблемы тут, конечно, очень глубокие. Кто-то винит в этом интернет, кто-то электронные книги. Но это скорее просто оправдание, отмазки. Потому что я всегда в качестве контраргумента говорю, что хорошо, скажем, в Японии или в США там ведь интернет и электронные книги развиты гораздо больше. Тем не менее, люди там читают. Так что это как бы не проблема интернет. Дело в том, что у нас и электронная книга особо никто не читает. Сказать, чтобы это было таким тяжким ударом. Я думаю, проблема тут кроется в том, что... А, кто-то еще говорит, что у нас ловит менялся 4 раза за 100 лет. Это очень сильно отразилось на молодых. Ну, это тоже не аргумент, потому что молодые как раз-таки на латынице и обучаются читать. Я думаю, проблема здесь в том, что просто у нас чтение никогда, даже в советские времена, не являлось показателем успеха. К сожалению, человек, читающий, всегда считался каким-то маргиналом. И это очень печально. Потому что, на самом деле, я считаю, что книги и чтение – это тот путь, который ведет к успеху. Я действительно так считаю, я в это верю. И я очень хочу, чтобы мы потихонечку стали читающей нацией. В принципе, я закончила свою лекцию. Если у вас есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. Извините, если я не рассказала так замечательно, как вам хотелось бы. Но я искренне старалась. Цело в том, что я недавно заметила для тебя один момент, что в Валиннино начали продаваться в большом количестве очень интересных бизнес-книг. И то есть этот тренд с чем связан? То есть сейчас люди начали читать больше бизнес-литературу у нас. То есть это бизнес именно литературы, да, деловые книги. Это очень хороший вопрос. На самом деле сейчас люди очень много читают именно такого плана книги. Я их тоже называю все равно бизнес-литература. Но на самом деле она не только для бизнесменов. Она для всех нас, для всех вас. Это на самом деле очень-очень интересно. Это книги мотивационные. То есть ты читаешь их, и тебе на самом деле со мной все очень хорошо. Например, моя любимая книга, это книга Тимоти Ферриса. Я всем вам ее советую, как работать 4 часа в неделю. Она просто потрясающая, потому что этот человек добился большого успеха. Он очень такой богатый, известный, успешный предприниматель. И вот он потихонечку пришел к тому, что он не хочет работать с утра до вечера. Не нравятся ему офисные часы. И он говорит, что мой рабочий день состоит из того, что я сегодня танцую в Бразилии румбу. Завтра я там еду в Перу, залезаю на горы и так далее. Он дает очень хорошие дельные советы. И это относится ко всем, не только тем, кто занимается бизнесом. Вот послушайте совет, который он дает. Он говорит, что, во-первых, не превращайте имейл и переписку в чат. Это самая большая распространенная ошибка. Он говорит, пишите такой имейл, чтобы в нем содержались, чтобы вам в ответ никакого вопроса уже не приходило. Я стараюсь так и делать. То есть если там то-то, то-то пишешь, что там. Если нет, то это все варианты. Что потому уже не было. Да, а вы же что? А я что? А я вам? Незаметно. Дело в том, что вдруг смотришь весь рабочий день и ушел на переписку. И то же самое я уже молчу про WhatsApp и так далее, и так далее. У него много очень хороших советов. Но сейчас я другую книгу читаю, тоже по бизнесу. Делай меньше. Мне все равно подсознательно хочу меньше работать. Но, к сожалению, не получается. Но тоже очень хорошая книга. И эти книги мотивационные. Про то, как добиться успеха, что делать. У нас, кстати, огромное количество книг мы переводим на азербайджанский язык. Там Дэйл Карнеги, Наполеон Хилл и так далее. Я очень люблю книгу Шерилл Сандберг. Это второе лицо после Марка Цукерберга на Facebook. Она потрясающая женщина, очень интересная, очень умная. И она написала книгу, которая называется Lean In. По-русски называется, по-моему, «Добейся успеха». Есть эта книга у нас на азербайджанском языке тоже. Я ее всем советую. Она тоже потрясающий совет дает. Она все время, знаете, о чем пишет? Она пишет о том, что женщина всегда подсознательно отодвигается в сторону. То есть, вот если вы, скажем, какая-то встреча, деловое совещание, мужчина встает и скажет, я считаю, что вот так и так и так. Женщина, обратите внимание, мы на самом деле все время так и говорим. Мы встаем так, во-первых, начинаем там заискивающие. Вы знаете, я вот тут подумала, возможно, я ошибаюсь, но может быть все-таки. Скорее всего я не права, но я считаю, что вот давайте попробуем так. Может быть там вот. И это действительно очень показательно. Все женщины во всем мире, от Америки до Азербайджана, к сожалению, именно так разговаривают. В то время как достаточно просто все свои мысли разложить по полочкам и сказать, что ты хочешь сказать. Эти книги очень полезны, очень важны. Бизнес, мотивация. Я вам всем очень сильно советую. Недавно кто-то мне сказал, что, знаете, эффекта от этих книг хватает ненадолго. На несколько дней, на неделю и так далее. То есть, как бы эта книга разно всегда тебя не меняет. На что я всегда говорю, что эффекта от душа, его тоже, ну, дойти в душевую искупаться, тоже максимум на полчаса хватает. Тем не менее, мы это каждый день делаем. Я думаю, что это для техниги. В среднем, в 15-20 месяц, в этом году, у нас в этом году, что у меня есть 1-2 книги. Мы, в том числе, у нас здесь, мы теперь стоим по мне кармин. Я хочу, чтобы мы получаем карминал. Но не только карминал, пока мы не можем, у меня есть карминал. Такое дело, я хочу, чтобы получить карминалов, чтобы получить карминал. Вы можете получить учетку снимек на Интернет Магаза. Вы можете отправить в Баку. Единственное, если вы можете заплатить на кредит карты, или на почтах, или на пашке, или на автобусах. Вы можете отправить на полный день, почитать на полный день, Возможно, вы можете посмотреть на полный день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я с вами полностью согласен, что у нас человек читающий и учащийся, это моргинал, человек, которому ничего не делал. Нечего. Татьяна была в Германии, и там я разговаривала со своим другом, который эмигрировал в Германию, живет там уже два года. Но, к сожалению, он так и не смог адаптироваться, он так и не понял, в какой стране он живет, потому что он мне говорит, «Вы знаете, я понял, почему в Азербайджане не читают книг, а в Германии так много читают. Потому что в Германии они все живут на расстоянии друг от друга, и они все время одиноки. И от одиночества они начинают читать». Я столько смеялась. Я говорю, а в Азербайджане, соответственно, очень весело, по вечерам в чаях анакси сидят, поэтому некогда. Это очень ошибочное мнение. Чертение – это не признак того, что ты одинок, и тебе нечего делать, или ты несчастен, или ты маргинальный. К сожалению, это распространенное в нашей стране мнение. Что касается вообще вопроса образования, вся проблема у нас, конечно, в образовании. Во всем мире, чтобы добиться успеха, ты должен с детства хорошо учиться, ну или, по крайней мере, стараться. И если ты хорошо учишься, ты обязательно сделаешь хорошую карьеру, и у тебя будет хорошая работа, у тебя будет хороший дом, хорошая машина, и все будут тебя уважать, и все будет замечательно. К сожалению, в нашей стране, чтобы добиться успеха, вот в этой вот цепочке, нет места ни для книг, ни для образования. Взятки, знакомые – это окей. Но учиться, к сожалению, это очень печально. Я всегда призываю, что давайте начнем с себя, самих себя. Я, когда меня приглашают на какие-то женские собероны и так далее, у меня всегда как последняя зануда, последняя демагог. Начинаю обязательно говорить про книги. Меня там закидывают камнями, бастия. Ведь у нас, я не люблю вообще ругать женщин, я сама женщина, я очень люблю женщин. Но, к сожалению, я много раз сталкивалась с этим. Женщины, собираясь вместе, начинают разговаривать. Шоппинг, рестораны, эпиляция – это любимая тема наших женщин. Я постоянно взрываю. А давайте поговорим про политику, а давайте про экономику. Ну вот, ну не знаю, пока еще не убили, не прибили, но я считаю, что при этом женщины у нас очень образованные, очень умные. Наш основной покупатель в Алинину – это женщины. 75% наших покупателей – это женщины. Я их очень люблю. Они начитан умные. Но просто почему-то, собираясь вместе, всегда говорят на эти глупые темы. Бесконечно глупые темы. Я к тому, что вот вопрос образования и вопрос книг – это тесно связаны друг с другом. Вопросы мне всегда очень комфортно с иностранцами. У меня нет желания сейчас заниматься там самым речеванием, мы, нацией. Нет, нет, я просто говорю вот своим собственным людям. Если какой-то иностранец, он обязательно начнет говорить со мной о книгах, и у нас завяжется замечательный, потрясающий разговор, потому что он читает новинки. У нас, к сожалению, и это реальность, мы живем в стране, где человек, вы знаете таких людей наверняка в своем окружении, который с гордостью говорит, что И он гордится. Я не могу себе представить, что в мире можно вот так вот гордясь эту фразу сказать. Что мы можем сделать? Я всегда стараюсь быть оптимистом. Что мы можем сделать? Надо начинать с себя. Нужно обязательно, ну, я не знаю, ну, постарайтесь, по крайней мере. Идя в гости в следующий раз. Я вот, например, давным-давно зареклась дарить там парфюм, там, не знаю, в общем, не забейте меня в гости, потому что я прихожу не с конфетами, не с парфюмом на дне рождения или еще, я прихожу с книжкой. Иногда бывает недоумение, да, иногда кто-то там, я вижу взгляды, что вот, сатыл моя, кита, выгядь, ты, бурда, сэрады, фланы, разные реакции вижу, но я все равно продолжаю это делать. Я еду в гости в район к родственникам, я везу туда, не знаю, там, какие-то там, не знаю, вкуснятины. Для меня вкуснятина эта книжка. Я выбираю 10 книг. Даже если я знаю, что они не читают, я все равно привожу им эти книги, говорю, почитайте, посмотрите. Мне очень приятно. Немножко, на несколько градусов температура меняется в обществе, вокруг меня. Или просто люди смирились с тем, что я псих, и уже рукой махнули. Ну, мне нравится. По крайней мере, я вас всех тоже призываю. В следующий раз, когда пойдете в гости или на день рождения, возьмите с собой какую-нибудь книжку. Пусть не новую, пусть издамую, вашу любимую, любую книжку, но подарите книжку человеку. Вы поверьте, я думаю, человеку понравится. Потому что это означает, что вы цените его интеллект, вам нравится с ним общаться. И он умный человек, он оценит эту книжку. Вот так. И первое, я не люблю, что в юнгюле есть многое, 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 многое. Все, что в каждом книге есть свой вкус. Когда я пришел, когда люди говорят, что я читал книжку, они всегда будут нравиться. Поехали. Они хотят, чтобы их искать, чтобы их не было. Так что не было. Я очень рад, что вы делаете. Я очень рад. Я всегда, в этом смысле, что в акадебиатстве, как название, он очень-очень формальности. Умирно, Мартин Идин Асариев, я очень люблю. В этом году, он интеллектуальный уровень увеличивается, и-очень, вы говорите, что вы делаете, Мы очень интересны, что мы говорим о детективе. Если вы любите читать книгу, то детективе. Например, я очень люблю интеллектуальные исторические истории. И, в основном, мы говорим о «guilty pleasure», то есть «гунавки». Я детективный дали. Я очень люблю детективы. Агата Крисси, например. Ягышный воздух. Вы приходите к воде, кофе или кокао. Вы приходите, кто-то, кто-то. Агата Крисси очень хорошая работа. Меня любим детективы, он был из Иоанн Эзбов. Он был из-за многих исторических книг. Он из-за этого 3-4 книги. Очень хорошо это было. И мне очень нравится, что это бывает. Он на голову, он на голову, он на голове. И еще раз будет реальный мир. У нас есть небольшая какая-то карта. Я очень люблю тебя. Это вы задаете? Детективы, это первый же человек. Хорошо? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...